добрый вечер дамы и господа сейчас у нас будет такое общее гадание и будет она связана с вашими намерениями вы в голове например что-то в себе держите какой-то поступок хотите совершить либо хотите что-то кому-то высказать да ну что-нибудь хотите сделать и давайте сейчас на картах на картах густава климита на золотом таро посмотрим с вами стоит ли это делать сейчас а если стоит то как а если не стоит то почему гадание будет про ваши намерения можете загадывать все что у вас сейчас находится в таком подвешенном состоянии именно ваше намерение как поступить и что сделать вот вы собрались что-то кому-то сказать например открыть какой-нибудь секрет либо пойти с кем-нибудь разобраться либо еще что-нибудь ну вот такое что может как-то изменить вашу жизнь в какую-то другую сторону да давайте посмотрим следует нужно ли это делать именно сейчас и что говорит таро и вообще вам предлагаю часто обращаться к картам по этому поводу стоит ли это делать или нет гадание про ваше намерение я так думаю что у каждой из вас девочки все равно и мальчики есть в голове вот какая-то вещица какая-то мысль которую вы хотите сейчас воплотить и давайте посмотрим стоит ли еще с воплощать или нет для чего мы это смотрим для того чтобы улучшить ход естественные события сделать вас более знаете удачливыми да вот почему гороскопом обращаются картам таро чтобы просмотреть варианты стоит ли сейчас это делать либо отложить как на как это все будет вообще да в общем давайте посмотрим на ваше намерение гадаем будем гадать насколько карт на 4 на 4 намерения но я думаю хватит да если что мы с вами разложим дополнительные карты стоит ли это в дальнейшем делать либо сделать это либо вообще не делать выбирайте девочки и мальчики карту стоит ли это делать либо стоит ли это говорить можете даже про себя проговорить вслух проговорить то что вы намереваетесь сделать и мы сейчас посмотрим стоит ли это делать сейчас загадывайте карту и поехали я в одной все равно руки буду держать колоду таро чтобы если что дополнить рассказ первый вариант открываем кто загадывал первой девочки так четверка мечей это однозначно нет сейчас это намерение которое вы хотите осуществить что-то сделать либо что-то сказать однозначно я вам говорю лучше это не делать эта карта четверка мечей она во-первых четная карта колоды таро во-вторых это мечей мечей они не двояки они обычно говорят что на этом дело как-то ваше и закончится то если вы если вы хотите чтобы это было в процессе до права пролонгированно как-то продолжалось в будущем то сейчас лучше это не делать потому что вот нашла коса на камень вот эти вот мечи они обозначают что коса найдет на камень все закончится все застопориться будет такое стопы стопы дальше ваше намерение никак ни на что не повлияет а так как знаете будет пук в воду ну грубо говоря да и давайте посмотрим стоит ли это сделать попозже или сказать нет девочки опять мечи выпали девятка мечей видите одни вам выпадали здесь ножи не надо не здесь не здесь не сейчас не позже вот это намерение осуществлять не надо можно его как-то по-другому повернуть продумать какой-нибудь другой вариант да что-то в нем изменить изменить направление цвета краску не знаю что-то что-то реально в нем поменять даже коренным образом потому что так как она сейчас у вас то она она просто ни к чему такому хорошему не приведет это будет просто так это будет знаете вот как сказали как сказали что-то и она никуда не прошу не прошло вы не получите от этого удовольствия морального да не физического это даже если по отношениям к другим людям то это может вызвать даже какой-то негатив в вашу сторону но неприятно будет неприятно если вы сделаете вот это вот намерение по крайней мере даже если она очень хорошая касается материального достатка но всего чего хорошего вы себе даже нажил на нажилали то лучше его не делать если по этой карте вы нажилали что-нибудь сделать какую-нибудь гадость кому-нибудь другому тоже не делайте потому что она не то что в вашу сторону развернется и полетит бумерангом нет она не повернется в то же время вот какой-то такой неприятный осадок от этого может быть то есть сейчас хорошо продумайте стоит ли вообще вот это вот делать именно сейчас или и вообще одни мечи выпадают да а хорошо а если вы давайте знаете еще все равно карту вы выкинем одну напоследок для первого варианта про намерение рыцарь пентаклей ну вот я кстати хотела вот сказать про пентакли до в этом раскладе и вот они выпали пентакли они знаете тут вот как бы так сказать чтобы можно было видео в общем сказать дело в том что рыцарь пентакли это когда вы оступаетесь да что-то лишнего сболтнули что-то сделали и вас и вас как дичь замечатель какой-то другой охотник хитрый и подлингий понимаете и вот сейчас вы как и знаете вот эти если вы сейчас это намерение свое существите оно во-первых застопориться во вы покажете себя вы покажете себя какому-то рыцарю пентакли рыцарь пентакли сейчас с мечами вот этими здесь не очень хорошо пахнет пахнет говнецом грубо говоря со стороны другого человека который обнаружит ваши намерения да сейчас лучше ничего не делать лучше это скрывать отложить либо переделать в какую-то другую форму иную возможно даже цель поменять в общем по этой карте не советую девочки вот это осуществлять прямо сейчас это намерение потому что какой-то влезает вам рыцарь пентакли хитрый продуманный человек который может даже где-то может и и бизнес отнять да то есть либо может как-то вам навредить то есть он вас заметит от вашего действия и от этого вашего действия будет уже отталкиваться чтобы забрать что-то себе негативно может повлиять то есть и вы обнаружите себя для каких-то ваших врагов так что сейчас может надо что-то скрыто очень делать чтобы никто ничего не заметил вот такие вот такая вот карта пошла на первом варианте дальше давайте посмотрим второй вариант осуществится ли ваше намерение стоит ли его сейчас сделать стоит ли идти к этой цели делать ли это то что вы загадываете или нет но сами видите пятнадцатый старший аркан дьявола во первых с вами по этой карте играет дьявол грубо говоря что это значит это значит о том что у вас есть такое ощущение что это может получиться это будет классно и хорошо и в то же время есть другие 50 процентов которые говорят о том что это реально может даже так с течением обстоятельств повернется да что может вообще ничего не получится то есть тут вот просто какая-то русская рулетка да и сейчас посмотрим это игра причем знаете я бы сказал даже что это может быть от неуверенности в себе и может быть от того что вот это вот цель ваша ваше намерение которое вы загадали по этой карте она не до конца проработана она да она не кристаллизовалась внутри вас как реальная какая-то цель она вроде бы желание есть да но она такое какое-то на 50 на 50 то есть будет хорошо не будет неплохо ну что в этом роде и дело в том что она вроде бы может избыться и пройти хорошо для вас это намерение до ваше принести вам удачу и в то же время она может вообще тупо никак никак не сбыться это же вы сейчас вот загадываете по этому намерению вроде бы это и захотите сделать но вы этого не сделаете это этой игры такие но сейчас посмотрим еще вытянем карту на второй вариант да вот видите карта правосудия 50 на 50 девочки так что к этому своему намерению можете ну вот чтобы я например сделала если бы не выпадали такие карты да я на я баба рисковая я бы все-таки думаю а я ну и ладно ну и сделаю это но я знаю что я буду за это отвечать до чтобы я не хотела хорошее плохое я буду готова к тем возможным реакциям которые последуют на мое вот это вот намерение то есть могу ждать удара и могу ждать и какой-то удачи и чего-то хорошего но в то же время не расстраиваться если не получится так как я захотела у вас тут выпадает карта дьявола и карта правосудия то есть знаете вот это вот ответ как будет проходить вот это вот ваше намерение да он он над вами он как на крыше а вы в доме а он где-то ходит по крыше слышно как следы какие-то да кто-то ходит тупо это я про ваше намерение сейчас говорю но вы не знаете к чему это приведет что это будет это может просто человек может это домовой может еще что тут очень много мистики в этом вашем намерении тут игра такая интересная в общем я например бы я была все равно попробовала но я вам советую только для тех кто рисковый сам по себе да и тот который готов к каким-то ударам судьбы которые могут быть после этого если вы к этому не готовы то лучше намерение это не осуществлять сейчас надо подождать может по-другому проиграется дальше девочки смотрим третий вариант стоит ли сейчас это делать или говорить у вас очень хорошая карта выпала девятка жезлов во первых это к деньгам и посмотрим умеренность так по этой карте тут пахнет какими-то долгами пахнет деньгами просьбами какими-то да и король жезлов тут вот сразу говорю девочки тут очень четко идет какой-то какие-то деньги и просьбы связаны с этим деньгами возможно вы хотите у кого-то по у кого-то у какого-то короля жезлов богатого короля попросить деньги как-то соврать до придумать какую-то отмазку либо такое что-то что-то чтобы он вам дал но дело в том что тут идет девятка жезлов вот знаете тут вот такая фишечка есть на то что вы просите получается как когда одну сумму а к вам-то идет другая и вот по девятке жезлов девятка это всегда мистическое число да это как какой-то как откат все девятки это откат и шестерки да ну просто они по силе и по значению отличаются так вот девятка жезлов она говорит о том что к вам придут деньги но не те которые вы просите и не те на которые вы надеетесь да но дело в том что они будут вам идти после того как вы продумаете как это просить у этого короля жезлов может это кредит в банке может это будет просьба отдать долг да ну то есть если у вас где-то долги поскребите по сусекам вот сейчас именно то время чтобы напомнить вашим должникам о долгах и в то же время придумать отмазку хорошую отмазку для того чтобы этот долг сейчас не платить вот как-то от слов зависит ваш приход денег как будто какое-то ключевое слово должно быть в этом туда и сюда не знаю как объяснить в общем по-другому если вы деньги на эту на этот расклад мира не загадывали не загадывали да то я вам скажу тут все равно очень сильно вот фонит этими деньгами вот этими просьбами с чем-то таким вот материальным обращением за материальным за жезлами вам как-то вот все чтобы вы не сделали по этому намерению она вам вернется в каком-то денежном эквиваленте но этот денежный эквивалент он будет совсем не тот о котором вы думаете понимаете но почему-то вот как это как сдача какая-то как будто в магазине вы что-то покупаете да вы даете какую-то купюру а вам дают сдачу то есть вы забираете товар и вам еще и сдачу которые в принципе вы не особо думали да вот как-то она не откуда не откуда появится не откуда но типа как будто как как сдача какая-то какой-то откат в виде материального особенно это денег касается и совсем не тех что вы ждете даже вы можете сейчас думать что вы кому-то обратитесь к все что с деньгами не связано но поверьте вы вы вот получите вот эту вот сумму да и если вы проанализируете какие-то обстоятельства которые бы будут связаны с этой суммой возможно вы закроете вот эту вот цепочку вот этот круг и эту загадку потому что тут такое что-то такое загадочное выпадает вам по крайней мере намерение ваше делать это или не делать она говорит делать и говорит о том что к вам будет после этого приход но почему-то вы не будете думать о нем как это приход а тут у той вашей просьбы от вашего намерения понимаете но он с ним связан то есть ваше то что вы загадали намерение связано с каким-то приходом к вам денег она связана но вы не свяжите это между собой хотя это надо связать для чего надо связать ну я обычно люблю связывать вот эти вот все расклады с тем что реально происходит а потом например у меня самой даже волосы дыбом иногда становится от того что я например на видео что-то говорила сама себе гадала да проходит какое-то определенное время я смотрю и и охреневаю но это происходит когда уже какие-то обстоятельства сбылись вот такой расклад был загадочной девочки вот сейчас в общем больше углубляться все таки поэтому третьему раскладу не буду так дальше четвертый вариант стоит ли это делать стоит ли это делать то что вы загадали на этот четвертый вариант это у нас восьмерка пентаклей но и восьмерка пентаклей чтобы больше так про по ней рассказать посмотрим намерение девочки ваше намерение очень хорошее она принесет вам кстати много чего может не такие большие деньги принесет да но вот но вы получите удовлетворение тоже тут стоит и паш с кубком да это и карта тройка пентаклей какая-то такая музыкальная карта у вас будет что-то что-то с музыкой связано громкая но на фоне вот этого вашего намерения будет либо музыка очень громко играть да либо с музыкой она что-то связано тут идет какая-то реально такая вибрация музыки вот эта карта выпадает именно когда будет музыка дальше ну музыка такая знаете не с окна кричащая то есть вы на нее обратите внимание это мы в каждый день до слышим с вами какую-то определенную музыку и все остальное а тут вот что-то будет такое что вот вы прям закрытыми глазами услышите увидите через тысячи звуков которые происходят вокруг вас ладно намерение ваше хорошее осуществимое осуществли мы это осуществимое я хотела сказать счастливое и осуществимое вместе получилось такое у меня выражение так короче в общем по четвертому раскладу желаю счастья удачи любви и побольше денег вы можете это делать все что загадали она будет продвигаться но я бы не сказала что очень большими шажками потому что все-таки двойка тройка паш восьмерка это в принципе не сильно разрядные карты которые в принципе на многое что не влияют да но намерение намерение есть это знаете как главное начать копать начать что-то делать это уже наполовину сделать так что все чтобы вы не загадали надеюсь это все хорошее что вы загадали все для себя все для себя любимой либо для других своих любимых людей то стремитесь к этому и вам воздастся вот такие варианты были про намерение девочки говорила так как говорят карты то есть пытаюсь связать с основным вопросами в то же время иногда карты они говорят немного другими фразами которые не всегда четко отвечают на вопрос но зато вот это то что вылазит на поверхность до к нему надо прислушиваться все дорогие мои пока пока люблю целую обнимаю пока